Добрый день! Это грапа, которая сделана из виноградной мезги и пролежала потом, настаивалась на дубовой щепке где-то полтора месяца. Так что можно считать, что это домашний коньяк. Сейчас мы его будем разливать по бутылкам, посмотрим, что вышло и как. Не было нормальной пробки, пришлось просто пробку залить воском, на долгое хранение, чтобы не испарялось. Сейчас будем отдирать. Пробка просто срезалась. Хорошо. Оно туда уходит. Да, ну хорошо. Посмотрим, что у нас вышло. Продолжение следует... пробуем из этой банки другой стаканчик ну по цвету видно что они разные это светлый совсем это более темный более насыщенный запах ну по цвету видно разница да вот это арарат вот он здесь в этой на лет рюмочки по цвету эти очень похожи практически одинаковые по запаху они очень одинаковые очень похожи на коньяк очень похожи по вкусу я бы сказал что вот эти вот очень похожи а этот более менее выраженный вкус в общем я думаю что надо из этих двух сделать бленд посмотрим что получится вот у нас тут одинаковое количество да возьмем сейчас какую-нибудь стакан 1 стакан и сделаем бленд значит у нас этого этого в два раза больше чем этого значит мы выливаем сюда и и половинку этого цвет менее насыщенный чем коньяк огонь графа это просто графа выдержанная хорошая графа безусловно это не коньяк ну что ж смешиваем разливаем ставим печати продолжаем сейчас занимаюсь блондированием солью их обе вместе в одну емкость посмотрим что получилось ну что начинаем разливать очень удобная штука вот это вот видно здесь на черным да настоятельно рекомендую здесь игольчатый клапан когда нажимаешь начинает течь если конечно грампа грампа по вкусу хорошая выдержанная грампа нажимаешь течет отпускаешь перестает течь очень удобно не стоит копейки так где-то до сюда под крышку так получается ровненько это пол-литровые бутылки очень удачно я их схватил такие интересные формы правда их мало но остальное будем делать другие сейчас остановим съемку и потом продолжим ну вот как то так бутылок конечно много разноплановых и разнообразных ну вот просто не хватило этих закончились сейчас используют все другие вот если и в конце концов все будут с медалями будет выглядеть вот так вот это одна из старых просто бутылок которых мы раньше делали вот она с медалями такой с нашей печатью сургучной видно да джи граппа и так граппа разлито теперь надо украсить эти бутылки украшать будем вот таким образом будем делать вот такую вот печать сургучную печать на бутылку на такой вот веревочке что нам для этого понадобится прежде всего сама по себе печатка вот у нас такая заказали у гравера и ну там буква джи для граппы видно да вода вода холодная палочки вот такие вот палочки продаются это палочки сургуча они бывают разных цветов вот мы выбрали такой винно-красный и так полотенце чтобы бутылка не прыгала оборачиваем веревкой завязываем здесь вот узелок натягиваем и концы концы веревочки просто натянув закрепляем скотчем теперь у нас появилась поверхность куда мы можем капать сургуч возьмем свежий свежую палочку сургуча можно помочь зажигалкой чтобы быстрее было слой должен быть достаточно толстый особенно в середине если очень криволинейная поверхность опять же так не получится все растечется и печать не выйдет ну по крайней мере у меня не получилось веревочка еще служит некой арматурой для самой по себе печати и придает ей некоторую жесткость достаточно наверное так смотрим где у нас что и ставим пару секунд прижимаем печать повторяю что все время находится в холодной воде или на куске льда или в морозилке где угодно но она должна быть холодной ну полотенце понятно да зачем ну вот проверяем легким касанием еще нет еще надо немножечко подождать вот что получается все неплохо ну как то так красиво осталось все убрать в шкаф и собственно выпить так благодарю за внимание подписывайтесь на наш канал спасибо с вами был GreenRock